Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке, который в ближайшее время может неплохо пополнить свой бюджет. Потому что защитник Максимилиану Кауфрис, он же Максимилиану Кофрье, официально перешел во французский клуб Клермон, где он ранее выступал на правах аренды. При этом опция выкупа составила не 4 миллиона, как сообщали некоторые издания, а 3,5, что, впрочем, тоже очень неплохо. И таким образом, вместе с арендным соглашением и вместе с суммой выкупа, Спартак может получить 5 миллионов евро за футболиста, которого брали за 2,5. Давайте это обсудим и давайте поговорим о том, насколько удачно все сложилось для красно-белых. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, касательно Клермона и успехов Кауфейза, я недавно уже записывал ролик, где разбирал, что там все прям идеально сложилось для Макса. И чемпионат, как видимо, близкий ему, ну и в каком-то смысле этнический и в плане языка. Все-таки в Бельгии половина страны франкоязычная. Плюс к этому близко к его родине, близко по футбольной культуре. В общем, он оказался в нужном для него чемпионате. При этом чемпионате, который стал для него новым вызовом, большая лига, одна из пяти топовых. К тому же, она хоть и топовая, но не такая сложная, как Англия или Италия. Поэтому есть возможность играть, получать практику. А Клермон, конкретно вот этот клуб, он еще и отлично подходит в плане стилистики. Три центральных защитника. Кауфейз здесь играет одного из этой тройки. Бегать нужно не так много. Больше нужно бороться, биться, агрессивничать. А это то, что Кауфейз как раз-таки умеет. И вот, пожалуйста, в этом средненьком коллективе Кауфейз оказался как нельзя кстати. И сейчас, конечно, его хотят выкупить. При этом появляются слухи про Лиль. Но Лиль, это, конечно, команда большая и великая. Но там как раз Кауфейз может присесть на скамейку запасных. Так что Клермон для него, наверное, вариант оптимальный. И здесь все удачно сложилось. Но еще, конечно, удачно сложилось для Спартака. Потому что, с одной стороны, сейчас мы видим, что этот Бельгейз действительно сильный защитник. Изначально, когда он приходил, многие охали-ахали. Но сейчас мы видим, что он играет на уровне топовой лиги. И является ведущим центрбэком в своей команде. Причем там был характерный момент, когда Кауфейз отсутствовал. Клермон терял очки. Как только Макс вернулся, так сразу пошла игра снова. То есть, поймая, следственная связь здесь присутствует. И вот в этой ситуации многие скажут, может быть, он пригодился бы Спартаку. И тут, к сожалению, мы должны признать, что нет. Это то же самое, как вот с Мединой в ЦСКА. Который, по слухам, может перейти в Спартак. Что игрок, очевидно, хороший. А по нашим российским меркам, можно сказать, и звездный. Потому что, ну, Медина, один из лучших по системе гол-плюс-пассов ЦСКА. У Кауфейза есть успешные выступления во французской лиге 1. По нашим меркам, это почти что звезды. И вот сейчас получается, что они бы могли пригодиться каждой своему коллективу. Но, в принципе, можно обойтись и без них. Потому что, что Медина в ЦСКА, что Кауфейз в Спартаке, видимо, не до конца подходят наставникам. Касательно Медина и Федотова, ну, сами видите. Он его двигает то на одну позицию, то на другую. Ищет, как его применить в своей схеме. А Абаскаль, он как бы не крутил Кауфейза по позициям, в любом случае было бы плохо. Ну, потому что на позиции крайнего защитника Кауфейз плохо играет в пас, плохо поддерживает атаку для Абаскаля, который является приверженцем испанской системы футбола, которая построена на комбинациях. Что касается центра, ну, как бы сказать, помягче. Здесь Кауфейз в двойке, а Абаскаль чаще всего играет в четыре защитника. Он просто не актуален. Кауфейз хорош исключительно в тройке центральных защитников, где есть подстраховка, где у центрального защитника не так много, скажем так, движений и не так много беготни, где выше плотность, больше подстраховка и так далее. Поэтому получается, что здесь Абаскалю, чтобы выжать максимум из футболиста, пришлось бы просто менять схему. Либо сажать на скамейку запасных того самого игрока. Так что в данной ситуации то, что Клеромон согласился на опцию выкупа, это очень серьезный подгон для Спартака. И вот эти пять лямов, которые будут получены в сумме за аренду и выкуп, это очень хорошее подкрепление для и так достаточно серьезного трансферного бюджета, который есть у клуба. Если сейчас удастся продать еще и Шамара Николсона за более-менее адекватные деньги, то получается, что это уже почти десятка. А если еще кого-нибудь из не самых нужных футболистов, то может быть и побольше. И тогда в сумме с трансферным бюджетом, который и так вроде как неплохой у Спартака, можно хорошенько укрепить свои ряды. Получится или нет, это уж посмотрим. Просто проблема в том, что у Спартака сейчас фактически и спортивного директора-то нет. Но это уже вопрос ни к Калуфаизу, ни к Калермону. Они деньги Спартаку так или иначе уже принесут. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube-канал. Ну и разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то пожалуйста оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.